Святитель Иоанн Златоуст в 21-й беседе на послании к евреям говорит нам о том, чтобы мы не осуждали ближних. Сколь многих мы исполнены теперь пороков и не чувствуем. Друг друга угрызаем, друг друга терзаем, оскорбляя, обвиняя, клевеща, завидуя славе ближних. И смотри, какое тяжкое зло, когда кто хочет истребить доброе мнение о ближних. Говорит так, такой-то говорил мне, о нем-то то-то. Прости мне, Господи, не осуди меня, я передаю только слух. Для чего ты говоришь это, если сам и не веришь в то? Для чего распространяешь слух и делаешь его вероятным? Для чего передаешь рассказ, когда он не верен? Ты сам не веришь ему и просишь Бога, чтобы он не осудил тебя. Не говори же, а молчи и избавь себя от всякого страха. Не зная, откуда вошла в людей эта болезнь, мы стали болтливы, в нашей душе не держится ничего. Послушай одного мудреца, который увещевая, говорит. Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобой, не бойся, не расторгнет оно тебя. Сираха 19 глава 10 стих. И еще говорит, если услышит слово глупый, то от слова терпит такую же муку, как рождающая младенца. Здесь же 11 стих. Мы готовы на обвинение и скоро на осуждение. Если бы мы не сделали никакого другого зла, то и от этого одного достаточно того, чтобы погубить нас и свести в гиену, причинить нам тысячи бед. А дабы ты точнее узнал это, послушай пророков. Говорят так они. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Псалом 49, 20 стих. Но не я, говоришь ты, а другой. Нет, ты. Если бы ты не говорил, то другой не услышал бы. А если бы и услышал, то ты не был бы виновен во грехе. Недостатки ближних должен умалчивать и прикрывать. А ты под предлогом доброжелательства выставляешь их на вид. Делаешься, если не обвинителем, то рассказчиком и болтуном, глупцом. О, срам! Вместе с ним ты срамишь себя самого и не чувствуешь. Смотри, сколько зол происходит отсюда. Ты прогневляешь Бога, огорчаешь ближнего, делаешь себя самого повинным наказанию. Не слышал ли, что Павел говорит о вдовицах? Они, будучи праздны, говорит он, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. 1 Тимофеев 5, глава 13 стих. Таким образом, даже и тогда, когда бы ты верил сказанному о твоем брате, не следует пересказывать, а тем более, когда не веришь. О себе ты всегда заботишься, опасаешься, чтобы не быть тебе осужденным от Бога. Бойся же, чтобы не быть тебе осужденным за болтливость. Ты не можешь сказать, Бог не осудит меня за болтливость. А это дело есть болтливость. Для чего ты распространяешь слух? Для чего умножаешь зло? Оно может погубить нас. Поэтому и говорит Христос, не судите, да не будете судимы. Матфея 7, глава 1 стих. Но мы нисколько не думаем об этом. И пример фарисея не вразумляет нас. Он сказал правду. Как? Не таков, как этот мытарь сказал, тогда, как никто и не слышал его, и однако осужден. Лука 18, глава 1 стих. Если же он осужден, высказав правду и сказав тогда, когда и никто и не слышал его, то какому подвергнутся мучению те, которые всюду разглашают ложное и такое, в чем сами не уверены, подобно болтливым женщинам? Чего не потерпят они? Положим же на уста свою дверь и ограждение. От болтливости произошло бесчисленное множество зол. Расстроились семейства, разрывались узы дружбы, происходили тысячи других бедствий. Не старайся ж человеку знать то, что касается ближнего. Но ты болтлив, ты имеешь этот недостаток? Говори лучше о своих делах Богу, и это не будет недостатком, а будет приобретением. Говори о своих делах друзьям, друзьям истинными, справедливым, на которых ты полагаешься, дабы они молились о грехах твоих. Если будешь говорить о чужих делах, то не получишь никакой пользы, никакого приобретения, но еще получишь и вред. А если будешь исповедовать свои дела пред Господом, то получишь великую награду. Я открыл тебе грех мой, говорит псалмопевец, и не скрыл беззаконие моего. И ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31, 5 стих. Ты хочешь осуждать. Осуждай себя самого. Никто тебя не осудит, если ты будешь судить сам себя. Но осудит, если ты не будешь осуждать сам себя. Осудит, если ты не будешь обличать сам себя. Осудит, если ты не будешь скорбеть о себе самом. Видишь ли ты, что кто-нибудь гневается, раздражается или делает что-нибудь другое безрассудное? Подумай тотчас о своих делах, тогда и его не слишком будешь осуждать, и себя избавишь от бремени греха. Если мы таким образом будем умерять себя, если таким образом будем благоустроить свою жизнь, если будем осуждать самих себя, то, конечно, не допустим многих грехов, но сделаем много доброго. Будем кроткими и умеренными, и получим все блага, обещанные любящим Богом, которых досподобимся всеми благодатью человека и любим Господа нашего Иисуса Христа, с которым со Отцом вместе со Святым Духом слава держала, честь, поклонение ныне присно и во веки и веков. Аминь.